Уважаемый зритель, добро пожаловать на изучение уроков субботней школы. Мы продолжаем исследовать уроки под общим названием «Более яркие лучи света». И сегодня урок девятый, он называется «Суббота Нового Завета». И изучать мы его будем вместе с специальным гостем, приглашенным в нашу студию. Это сестра Людмила. Здравствуйте. Приветствую. Ведущий стих к Евреям 4.9 написано следующее. «Посему для народа Божия еще остается субботство». И ведущее примечание. Всем, кто принимает субботу как знамение созидательной и спасающей силы Христа, она станет отрадой. Видя в ней Христа, они возрадуются в нем. Суббота указывает на дела творения, как на свидетельство его могущественной силы искупления. В прошлом уроке, в восьмом, мы немножко говорили о предыстории субботы, как она появилась, когда она появилась, кем была дана, каковы были опыты народа Божьего того времени с субботой. Сегодня мы поговорим о субботе в наши дни, суббота Нового Завета, называется урок. И давайте начинать. Вопрос первый, наш пример, звучит пункт А следующим образом. Какой будет наша жизнь, если мы искренне любим Иисуса и следуем Его примеру? Стих вообще говорит о том, что если любите меня, то соблюдите заповеди мои. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди отца моего и прибыл в его любви. Для того, чтобы мы поняли искренне, любим мы Христа или нет, нам нужно для начала для себя рассортировать понятие любви. Потому что есть много предложений, вариантов любви. Но мы здесь видим, что мы нуждаемся именно в духовном измерении понимания, что такое любовь. И Христос, Он показал этот стандарт. Он сказал, что... Я люблю Отца, я соблю его заповеди. Да. И это вот и есть вот этот вот стандарт, как бы, ну, измерения Божьей любви. Дело в том, что понятие, вот сказать, ну, я люблю Христа, это легко. И это делаем мы часто, и нам очень просто это сделать. И действительно, да, мы готовы и спокойно хотим это сказать. Но теперь на деле. Что это значит? Что это значит? Что это значит? Что это значит любить всем сердцем, всею душою. И вот здесь вот уже, как бы, убирается вот это вот отсутствие, как бы, представления об избирательности, как бы, поклонения. Господь показал нам вот тот вариант поклонения, доступный, благодаря которому мы можем показать, что мы действительно любим Бога. То есть наша жизнь, если мы говорим, что мы любим Иисуса, должна похожей быть на ту, какая была жизнь Иисуса. То есть если мы говорим, что мы Его любим, значит, мы должны быть похожи на Него. Потому что Он, будучи на нашей земле, говоря, что любит Отца, старался тоже быть похожим на Него. И мы, следуя Его примеру, должны быть, в свою очередь, похожи на Него. Ну, если говорить совсем просто и свести все это к одному слову, то это послушание. Или подражание. Или подражание, да. Что делал Иисус в субботу? И пришел в Назарет, где был воспитан, и пошел по обыкновениям своему в день субботний в синагогу. И стал читать. И пришел в Капернаум, это уже другой город, Галилейский, и учил в дни субботние. Мы видим, что участие Христа в субботних богослужениях доказывает, что Он считал субботу не просто каким-то обычным днем, а принимая в нем участие, здесь говорится, что Он не просто пребывал в этих... Не просто посещал субботу. Да, а даже принимая участие как уча, тем самым Он как бы закладывал этот фундамент, как мы далее будем говорить, Он проложил нам этот путь и показал пример соблюдения дня субботнего. Он показал нам пример. Мы в свою очередь, вот мы говорили в предыдущем вопросе о том, что если мы любим Иисуса, должны Ему подражать. Он в субботу посещал служение, учил в синагоге и был, скажем так, посещал особенное время для общения с Богом. Это был день особенных благословений. Он учил и благословлял, потому что есть стихи, где говорится о том, что Он исцелял в субботу. Ну то есть занимался, да, благими делами. Да. Пункт Б. Спрашивайте, что мы должны делать согласно примеру Христа? Вот Он занимался этим. Мы чем должны заниматься в этот день? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступил. Мы видим, что Он утрамбовал этот путь, вот это следами, Он заложил фундамент. И ничто иное, как вот именно вот эта дорога может, я имею в виду путь, посещение как бы синагоги или дом молитвы, субботний день, это и есть один как тот путь, через который мы можем прийти к Богу и тем самым вот и показываем свою любовь. Да, так и есть, я с этим согласен. Мы сейчас говорили о жизни Иисуса Христа на нашей планете, когда Он был, как Он относился к субботе, мы поняли о том, что Он ее соблюдал, Он в этот день учил, посещал служение и оставил нам пример благих дел и поклонения Богу в особенном ключе именно в этот день, святой субботни. Сейчас мы переходим к заключительной части Его миссии на нашей земле, а именно распятию, и там, в контексте этого урока, для нас тоже есть интересные события. Давайте попробуем разобраться. Пункт А спрашивает, откуда мы знаем, что Иисус был распят в день приготовления? Какой это день? Ну, нам об этом говорит Слово Божье. «Пришел к Пилату и просил тело Иисусова» — это Иосиф из Заримофеи. «И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном скале, где еще никто не был положен. Тот день был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. А как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой». Само Слово нам конкретно указывает не просто числами или намеками, а прямо название того дня. И Христос остался в покое, как по заповеди. Мы знаем, что Он остался в огробе. И два покоя, мы знаем, которые были сотворены Богом. Это один, когда по прошествию Его творческой недели Он находился в покое. И теперь, когда Он завершил дело спасения, Он также оставался в покое. И таким образом в конце Своего земного служения Он подтвердил... Подтвердил то, что день поклонения, созданный при творении, остался... То же самое совершил Господь, остался в покое. Наконец Иисус обрел покой. Долгий день скорбей и мучений закончился. Когда последние лучи захотящего солнца возвестили о наступлении субботы. Сын Божий лежал в тишине гробницы Иосифа. Он завершил свой труд. И один труд был, когда Он творил эту землю, и Он сказал совершенно все. А второй труд, когда Он покоился по исполнению вот этого труда искупления. И Он опять сказал на кресте, совершилось. Ну то было совершенно, это совершилось. И опять покоился в день субботний. Да, аналогия понятна. Идем далее. После смерти, как умирали люди, в то время были определенные процессы погребения, которые предусматривали какую-то специальную обработку тела, специальными маслами, благовониями и так далее, и так далее. И ученики собирались это делать с Иисусом тоже. Ну потому что они Его любили и так далее. И вопрос спрашивает, почему верующие не закончили приготовление тела Христа к погребению в эту первую субботу после распятия? По стихам мы видим о том, что ученики Христа относились к субботе с большим почтением. Это отчетливо видно и проявилось во время смерти Христа по их действиям. Потому что когда наступил этот день, они прервали свои приготовления. Они приготовились, но остановились. И в субботу остались покои по заповеди. То есть подчеркивается вот это почтение. Оно как бы по стихам, их можно зачитать. И так как настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божие. Иосиф осмелился войти к Пилату, просил тело Иисуса. Пилат удивился, что он уже умер, и призвал сотника, спросил его, давно ли умер. И узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу, сняв ее, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же и Магдалина, Мария же и Магдалина, и Мария Иосифа, Иосифа смотрели, где его полагали. А стих от Луки говорит о том, что они приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Означает ли это... С намерением продолжить эту работу в первый день недели, в воскресенье. Ну, то есть, следующий вопрос спрашивает, сделали ли они это после того, как закончилась суббота. Сделали или нет? Да, конечно, они пошли. В воскресенье написано в стихах о том, что по прошествии субботы Мария и Магдалина купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано в первой неделе приходит к игру, восходит солнце, но Иисуса там уже не было. Этот вопрос очень важный. События при распятии Иисуса мы в первом вопросе говорили из жизни Иисуса, как Он соблюдал. Но и при распятии, получается, что суббота не было нарушено. Хотя Иисуса распинали уже, скажем так, накануне субботы, тем не менее, суббота нарушена не было. Иисус оставался в покое. Ученики оставались в покое в этот день и никак не нарушали. И тем самым еще раз подтвердили важность и святость этого дня. Идем далее, и мы будем уже говорить о последователях Иисуса, когда Его, ну скажем так, когда Он покидал нашу планету Земля и когда Его уже вообще не было среди них. Ранняя христианская церковь, пункт А, спрашивает. Какое пророчество Иисуса показало, что церковь будет почитать в субботу спустя 40 лет после Его воскресения? Было пророчество, о чем оно было и как оно открывает о том, что даже тогда уже все равно еще оставалась суббота? Для Иисуса святость субботнего дня была настолько важна, что Он в этом пророчестве как бы указывает, напоминает своим ученикам, чтобы они молились, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Это преследование ожидало учеников после Его вознесения, ну как при разрушении Иерусалима по прошествии где-то 70 лет от Рождества Христова это произошло. Или по прошествии 40 от смерти. Да, или 40 от смерти, да. Он советовал им молиться. Это говорит о том, что суббота для Христа имела, ну как бы, значение и святость. И для них тоже оставалась? Ну да. То есть Он ее не отменил? Нет, я именно эту мысль хочу и как подчеркнуть, что всеми своими действиями, живя на земле, Он как бы подчеркивал, что есть свято и что есть освящение для человека. Потому что благодаря субботе мы еще и освящаемся. Не всегда мы это осознаем, но находясь в этом покое и общаясь с Богом, мы можем перенастроить свое сознание, свой ум к делам, которые более угодны будут Богу, чем которые бы мы творили сами по своим каким-то планам. Ну, здесь говорится о том, что Творец субботы не отменил ее, как многие утверждают, пригвоздив ко Христу. Смерть Христа не отменила субботу. И даже после сорока лет, после его распятия, была по-прежнему, она оставалась святой. Да, это интересный такой момент, который я, кстати, раньше упустил, и я раньше не знал об этом, не обращал на это внимания. О том, что в этом стихе говорится о том, что уже Иисуса не было на земле, но Он знал, что народ Его будет соблюдать в субботу. И дал им повеление. Да, и как глава человеческой жизни здесь так и говорится, в человеческой семье Он исполнил в своей жизни каждую заповедь, каждую йоту, каждую черту закона. В человеческой плоти жил той жизнью, какой по его требованию должны жить его последователи. И поэтому нет извинения тем, кто не достиг стандарта совершенства. А мы начинали с того, что какое духовное измерение любви. И вот суббота, я еще раз хотела этот момент подчеркнуть, что это и есть одно из тех измерений, что такое критерия, что такое любовь. Пункт Б. Каков был постоянный обычай апостолов относительно библейской субботы седьмого дня? Мы продолжаем говорить о церкви, когда уже Иисуса нет. То есть Он есть, но не на земле. Мы видим, что апостолы продолжали соблюдать все постановления, которые Христос оставил как пример для своих последователей. И здесь говорится о том, что после всего Павел, оставив Афины, пришел в Капернаум, «Найдя некого иудея именем Акила, родом понтиянина, недавнего пришедшего из Италии, и прискил у жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было дело не о палатах. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов». Здесь мы видим, что Павел, посещая различные города, вот Афины, Каринф, а дальше будет Филипп и Македония, это будут одни и те же принципы. Из субботы в субботу они будут собираться и говорить, изучать Слово Божие и обращаться как к язычникам, так и к иудеям. И они вызывали большой интерес в среде новообращенных. И это интерес к слушанию Слово Апостолов был велик. И так, что собирались и в следующую субботу, и этот вопрос следующий к этому подводит. Ну вот, этот вопрос говорил о том, что они каждую субботу посещали синагогу. То есть, если Павел был в каком-то городе, в субботу обязательно шел в синагогу или в храм, скажем так, и там участвовал в служении. Следующий вопрос говорит, а если не было синагоги, чем занимался Павел, посещая общины? Ну, здесь говорится о том, что в день субботний вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами. Но если не было, допустим, этого молитвенного дома или синагоги, то никто не воспрещал им собираться просто на природе, у той же реки. И, как здесь говорится, даже иногда лучше находиться на свежем воздухе в субботу с детьми и направить их взгляд и взор именно на творение Божие, на творческую Его силу, а также направить их взгляд на того, кто есть спаситель этого мира, и таким образом раскрывать план спасения для человека. Из этих вопросов мы делаем вывод, что Первая Апостольская Церковь или Ранне Христианская Церковь, она, практика субботы оставалась, они в субботу собирались, особенным образом отмечали этот день и святили его. Точно так же, как это делал Иисус. Следующий вопрос, четвертый, мы поговорим о первом дне недели, о воскресении и о практике собраний в эти дни, потому что в Библии есть истории, когда христиане собирались и в воскресенье тоже. И вот первый вопрос, пункт А спрашивает, точнее, четвертый вопрос, но пункт А спрашивает. Когда Христос впервые явился после своего воскресения, почему ученики были собраны? И второй вопрос мы чуть позже зачитаем. То есть Иисус Христос впервые явился после своего воскресения, ученики были собраны. А какой это был день, почему они были собраны и какова причина, скажем так, вот этих обстоятельств? В тот же день, первый день недели вечера, когда двери дома, где собрались ученики, его были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, говорит им, мир вам. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними, пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. Хорошо, Иисус Христос явился им, получается, здесь написано, в первый день недели, в воскресенье. Что интересно, в воскресенье они уже были собраны. Отсюда можно предположить, предположим, это было время, когда они собирались. Предположим, что они собирались всегда в первый день недели, впоследствии, и особенным образом его отмечали, как день воскресения Господа. Но, здесь есть несколько деталей и нюансов, которые объясняют нам, во-первых, причину, почему они собирались, во-вторых, что это не было только в первый день недели. Первый момент, написано, что они опасались иудеев, в то время были гонения, потому что иудеи, ну, как бы, немножко были взбудоражены вестью, вот этой, что Иисус воскрес, апостолы об этом право оглашали и так далее. Они опасались, поэтому они собирались, закрывали двери, и таким образом пребывали в молитвах. Второй момент, написано, что Иисус пришел к ним в первой неделе, но через восемь дней пришел еще раз, но через восемь дней это не получается воскресенье, это уже получается понедельник. И получается, что понедельник они снова были собраны, что говорит о том, что они собирались часто, возможно, вообще каждый день в то время, в тот период, потому что было очень страшно, были тяжелые такие моменты, и они собирались и молились Господу, и общались друг с другом. Поэтому на основании этих стихов мы не можем предположить, то есть предположить можем, но доказать мы не можем, что они святили первый день недели воскресенья уже как субботу. Конечно, этот факт никак не освещает первый день недели, и не делает его святым днем отдыха, да. Потому что об этом мы больше не найдем ни одного слова в Библии. Несколько найдем, к ним мы сейчас перейдем. Давайте об этом поговорим. Но если мы захотим действительно узнать, какой день поклонения, и возьмем Библию, и будем подчеркивать каждое слово суббота, и какой день покоя, то мы сопоставим, увидим огромную разницу. Сто процентов я с этим не спорю. Но давайте разберемся со всеми упоминаниями первого дня недели, то есть воскресенье, чтобы было понятно для нас, почему христиане собирались вообще в этот день, и почему он вообще упоминается в Библии, ну, как день каких-то собраний или каких-то действий. Пункт Б спрашивает, каким образом откладывание приношений в своих домах в первый день недели показывает, что в этот день не был установлен как особенный день поклонения? При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Интересно обратить внимание здесь в этих стихах на то, что апостол Павел, когда обращается к ученикам Иисуса или вообще ко всем христианам, он говорит им о том, что вы отлагаете в первый день недели у себя. Он не говорит о том, что вы собираете какие-то особенные собрания, там собираете какие-то пожертвования в этот день. Об этом вообще нет речи. Правило о том, что в первый день недели вы будете собирать какие-то средства, идет речь скорее всего о какой-то систематичности, чтобы это стало уже как привычка, что вот начинается неделя, ты откладываешь, скажем так, средства для Господа. И написано так, что отлагаете у себя и сберегаете. Не идет речь о том, что вы в этот день собираетесь вместе, молитесь, делаете какие-то особенные собрания, и тогда собираете эти пожертвования. Идет речь о личном, как бы отложил для Господа и сберегаешь. Потому что дальше он говорит, что когда я приду, чтобы вы мне эти деньги дали, и чтобы мы не устраивали общие сборы прилюдно, чтобы их просто мне передали. Вторая часть этого вопроса. Доказывает ли преломление хлеба в определенный день или вечер то, что они объявлены в качестве особого дня еженедельных богослужений? Давайте тоже зачитаем стихи. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, в молитвах. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Отсюда вопрос. Если преломление хлеба или встреча случалось так, что она в воскресенье, в первые дни недели, придавало ли это особенный вес или смысл первому дню недели? Нет. Почему? Потому что они это делали часто. Написано вообще каждый день. Да, каждый день. Поэтому оно не придавало никакому особенному смыслу первому дню недели. Ну, видите, пребывать со Христом, мы вообще ежедневно пребываем со Христом, а субботу мы соблюдаем по заповеди, а также находимся опять же и в субботу со Христом. Безусловно. Ну, поэтому это не значит, что мы как бы можем как бы пренебрегать остальными днями. Мы ежедневно должны пребывать со Христом. Да, безусловно. И нет такого запрета, что мы не можем провести вечерю вторник или в среду, или в какой-то другой день. И если мы его проводим, например, в понедельник, в преломлении хлеба и вечерю, это не значит, что понедельник теперь становится святым днём. Просто есть определённые поручения от Господа, что есть святой день, а есть встречи и собрания, которые можно проводить хоть каждый день, как это делали апостолы тогда. Хорошо, идём далее. Пункт В. Почему собрание в Трааде продолжалось после полуночи? Там было определённое собрание. Почему оно затянулось? Каковы были причины? Причина была в том, что Павлу нужно было уезжать. А, как мы ранее говорили, что тема, которую раскрывал Павел, она довольно, ну как, интересно была новообращённым, и самим иудеям, слушающим, было много, и желающих узнать эту весть. И решено было как бы продолжить размышления. Горница, где мы собрались, была довольна светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юношам именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мёртвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нём. Взойдя же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем, отрока привели живого и немало утешились. Мы видим, как бы, что это позднее время было. И, возможно, для молодого человека это действительно как-то отразилось на нём. Это неизвестный возраст точно этого юноши. Но он, видим, что здесь уснул, и это говорится о том, что какой был интерес у всех оставшихся, находящихся там, что они готовы были не только до, наверное, позднего вечера, а до самого утра. Они не хотели отпускать Павла. Это настолько был у них интерес к исследованию пророчеств и к личности Христа. Ну, и мы видим, что хоть и произошла вот такая заминка, то обошлось. Бог милостиво эту ситуацию обернул к тому, что они ещё и немало утешились. Именно тем, что Господь, ну, как бы умеет животворить. Я имею в виду даже не то, что воскресить из мёртвой, а вот животворить, даже спящего пробудить. Это да. Это да. Я хотел бы здесь ещё обратить внимание на то, что это была особенная встреча, потому что они очень ждали Павла, они с ним общались, они наслаждались этим общением, и оно затянулось. И я думаю, что этот вопрос, и эти стихи, и вообще эта история хочет подчеркнуть тот момент, что встречи, они не меняют отношение к дню, в который они проводятся, скажем так. Потому что они собирались и в первый день недели, и второй, и в третий, и в седьмой день недели проводили встречи. То есть встречи были по-разному. А эта встреча, она вообще, получается, продлилась два дня, потому что написано так, что они сидели до полуночи, а полночь это уже начало следующего дня, потому что здесь приводятся стихи, где говорится о том, как длиться сутка с вечера до вечера. Если это была полночь, то начали они её, получается, в прошлый день эту встречу, а продолжили в другой день. И какой из этих дней светить, если она растянулась на два дня, и какой день особенный тогда получается, раз они встречу проводили и тогда, и тогда. Поэтому отталкиваться от того, что проводились какие-то встречи в воскресенье, и поэтому воскресенье — это день поклонения, это неправильно. Есть заповедь, которая говорит о том, что есть день поклонения. А встречи, они бывали в разные дни. И в том числе и эта встреча тоже, ну и многие другие. То есть, они происходили в разные дни, по разным случаям, но день поклонения от этого не меняется. Идем далее. Пункт 2. Какой день в действительности является Днем Господним? И насколько важно для нас осознавать это? Очень важный стих из Откровения. И я хочу, чтобы мы о нем немножко поразмышляли. Я был в духе в день воскресный, День Господний в оригинале, И слышал позади себя громкий голос, Как бы трубный, который говорил, Я есть Альфа и Омега, первый и последний. Еще один стих говорит о том, Что посему Сын Человеческий есть Господин из субботы. И еще один стих говорит о том, Что если ты удержишь ногу твою ради субботы От исполнения прихотей твоих во святой день мой, И будешь называть субботу отрадою, Святым Днем Господним, чествуемым, И почтишь ее тем, Что не будешь заниматься обычными твоими делами, Угождать твоей прихоти и пустословить, То мы знаем продолжение, То вознесу тебя на высоты. Господь обещает... В этой заповеди есть как проклятие, Так и благословение. Что если человек соблюдает повеление Божие, То Бог его возвышает. А если наоборот, То, конечно же, уничижает. И мы понимаем о том, Что если нам открыто это, Если читая Слово Божье, Мы множественно раз Сталкиваемся со словом суббота. И нету нигде прямого указания На соблюдение воскресного дня. А наоборот, Есть прямое указание, Где говорится, Что Христос есть Господин и субботы. А есть еще другое указание, Что суббота для человека. Тоже это как прямые такие указания На как бы сомнения ваши По поводу какой день праздновать. И если мы отвергаем эти прямые свидетельства, А придерживаемся каких-то там Ну как бы таких полутонов, полунамеков, То здесь говорится, Тогда вы принимаете начертание зверя. И как это происходит? Когда вы подчиняетесь указу, Повелевающему вам воздержаться От труда воскресения И поклониться Богу в этот день, Хотя знаете, что в Библии нет ни слова, Указывающее на отличие воскресения От прочих дней рабочих, Вы тем самым, Когда соглашаетесь, Тем самым принимаете это начертание зверя И отказываетесь от печати Божьей. Именно так. Я хочу обратить внимание на слова, Которые написаны в Откровении В русском синодальном переводе Для всех тех, кто читает этот перевод. Здесь идет речь о дне воскресном. И считаю нужным сделать, Как бы внести пояснение Относительно этого момента. Дело в том, что ни в каком другом переводе Вы не встретите и не найдете Речь о дне воскресном. Везде будет День Господень. Только в синодальном переводе Упоминается День Воскресный. Ну, люди, которые занимались переводом В тот момент так верили И так понимали, что День Поклонения Господу это воскресный. Поэтому так и перевели, так и записали. Но, когда мы Об этом вы уже сказали достаточно, Когда мы открываем Библию и изучаем, Какой день является Днем Господним. А в оригинале, в Откровении написано, Что я был в Духе в День Господен. То, например, в Исаии говорит, Если вы удержите ногу Во святой день мой, А во святой день какой мой? Ради субботы, говорит Господь. То есть, если Господь называет, Что суббота это святой день мой, То День Господень, О котором говорит Иоанн, Естественно, тоже суббота. Это не может быть воскресенье. Поэтому пусть не смущает никого О том, что в синодальном переводе Успользуется слово воскресенье. Потому что, ну, это исключение. Это не оригинал. Оригинал День Господень. А День Господень это суббота. Пятый вопрос. Памятник. Памятником чего является суббота? Важность субботы как памятника творения Заключается в том, Что она постоянно свидетельствует Об истинной причине, Почему Богу подобает поклонение. Именно потому, что Он творец, А мы Его творение. Это основная, как бы, Функция Дня Субботнего. Памятник от слова память. Чтобы помнили, Кто наш творец, И что мы Его творение. Чтобы люди не забывали об истине, О том, кто является нашим творцом. И чтобы наши взоры Всегда были обращены к творцу Как объекту почитания и поклонения. Чтобы не было идолопоклонства больше. Да. Мы говорим о том, Что суббота это памятник творения. В субботе открывается творец. В субботе открывается, Что он создал, Где создал, Когда создал, И так далее, И так далее. Об этом всем нам напоминает суббота. Но пункт Б спрашивает о том, А как суббота является памятником Нашего личного спасения? И влияет ли она вообще, В принципе, На наше спасение? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Конечно, Суббота в жизни человека Имеет огромное значение, Потому что люди, Которые научились ее светить на земле, Естественно, Они продолжат это и в вечности. Да. Но обратите внимание, Что когда Господь их выводил Из земли египетской, Он пытался восстановить в них Понимание того, Что есть его принципы. И еще до того, Как Господь дал, Например, Закон на Синае, Уже было, Были там чудеса с манной, Что она не портилась в субботу, Что нужно было правило, Что ее нужно было собирать до субботы, И так далее. Господь пытался что-то восстановить, Чтобы они вспомнили, Каковы его принципы, Каковы его требования, Какой особенный день поклонения, Почему это так важно. То есть, В Египте они это все забыли, В Египте они были В каком-то таком тумане, В каком-то рабстве, Там вокруг язычники, Идовопоклонство, У них все смешалось, Все стерлось, Непонятно было, Где правильное поклонение, Особенно те поколения, Которые родились в Египте. И вот мы с вами сегодня Уже родились в Египте, Потому что мы среди Языческого мира выросли, Вокруг нас столько всего, Заблуждений всяких, И так далее, Мы это все впитываем. Имеет ли значение, Какой день мы поклоняемся Господу И отмечаем как особенный? Ну, конечно, Если мы хотим выйти из этого рабства, Хотим выйти из этого... То суббота имеет на то. Конечно, Это как знамение, Как говорится, Потому что это знамение Еще дается нам для того, Чтобы Господь освящал нас, Наше сознание, Наш разум. И как бы мы уже буквально выходим Не из буквального Египта, А из духовного, Который есть... Рабства греха. Греха, да. Поэтому, конечно, Для того, чтобы освободиться От этого рабства, Нам нужно понимать и субботу. Да, и вообще нужно начать с того, Что суббота это ведь что? Это одна из заповедей Закона Божьего. А закон Божий это что? Это Божьи принципы, Его характер. И Господь, Выводя нас из рабства греха, А грех что сделал? Построил стену между нами и Богом, Между нами и Творцом. И разрушает тот облик, Который вложил в нас Господь Притворений. И когда Господь хочет восстановить Нас этот облик, То он дает нам стандарт, Что есть облик, Который вложил он в нас Притворений, Образ тот, Принципы. Это 10 заповедей. И он их восстанавливает. И если люди, А тот, кто автор греха, И тот, кто посеял грех в наш мир, Это дьявол, Он понимает это. И он решил, Что ну, Если вы хотите Почитать родителей, Ну, почитайте. Если вы считаете, Что беспорядочный образ жизни В плане семьи, То есть нарушение седьмой заповеди, Это ненормально. Ну, хорошо соблюдать. Но одну заповедь я буду бить Окончательно и до конца. И мы знаем, Что это так и будет происходить. Она станет в итоге, То есть четвертая заповедь Станет в итоге печатью. И воскресная заповедь Тоже станет печатью. Только одна печатью Божией, Другая печатью дьявола. И поэтому, Как бы, Эта заповедь, Она имеет особенное значение В жизни христианина. В вопросе спасения, В вопросе отношения с Богом. Это такой принципиальный момент. Кто-то скажет, Ну, что вы прицепились за эту субботу? Что вы прицепились за эту заповедь? Какая разница в какой день? Поклоняемся Господу, Нужно поклоняться каждый день. Аминь. Нужно поклоняться каждый день, Но Господь хочет восстановить нас То, что вложил в притворение. А притворение, Он покоился в день субботний. И это требует от своих детей, От своего творения. И последний вопрос, Сегодня, который мы разберем, Это дополнительный вопрос в пункту Б. Каким образом происходит Это изменение сердца Или восстановление? И дам вам сердце новое, И дух новый дам вам. И возьму из плоти Ваше сердце каменное, И дам вам сердце плотяное. Ложу внутрь вас дух мой, И сделаю то, Что вы будете ходить В заповедях моих, И уставы мои будете соблюдать И выполнять. И сердце чистое сотвори во мне, И дух правый, И дух правый обнови во мне, Внутри меня. Если соблюдать субботу просто ради субботы, Мы как бы в какой-то догматизм ее возведем, Просто формализм. А здесь говорится о том, Что Бог ценит только служение любви. А если любви нет, То простой круг обрядов — Это оскорбление для него. Ну и тоже с субботой происходит. Она предназначена для общения с Богом. Но когда человек поглощен утомительными обрядами, Смысл субботы утрачивается. Формальное соблюдение субботы Есть не что иное, Как насмешка. Вот для того, Чтобы это понять, Чтобы осознать, Как бы, Чтобы не впасть в этот порочный круг, Нам нужно понять, Что в нашем сердце Нужно дать место Богу, Чтобы Он вдохнул туда эту жизнь. Вот здесь говорится, Что вложу внутрь вас Дух мой. Потому что без этого Духа, Ещё раз здесь вот эта мысль повторяется, Выводится, Что оно будет оскорблением для Бога. И будет просто формальными, Утомительными обрядами. Другими словами, Если мы не будем понимать смысла этого всего, А будем просто исполнять, Потому что так надо, Господу это не будет угодно. И это может сделать сам Господь Непосредственно с нашим сердцем. Но для этого нам нужно Его отдать Ему, Чтобы Он туда вдохнул свой дух. И прийти к Нему Как бы на поклонение, В общение. Для этого и даётся этот день покоя, В который мы можем войти в это общение, Чтобы в этой тишине Наш разум умиротворённый, Успокоенный, Ну как бы получил Вот это дыхание жизни. Чтобы Наши, как бы, Нам иногда кажется, Что суббота Какое-то такое понимание есть, Что оно наоборот Нас как бы отвлекает от работы. Но по факту Господь как раз вдохновляет нас на работу. Но эта работа, Вдохновлённая Именно Духом Святым, Она является Божьей работой через нас. И мы с Ним совершаем уже эту работу. А как раз суббота Без вдохновления Вот от Святого Духа, Она и превращается в это Утомительная обрядность, В суету такую. И мы просто Свои творим дела, Которые, Ну они Как Обречены. Они не имеют продолжения, И не имеют продолжения вечности. И быть... Бог призывает нас, Чтобы мы были мудрыми. А быть мудрыми без общения с Богом Невозможно. Это получается суета. И потому то, что мы строим, Оно как песок Ну знаете, рассыпается. И как то здание Без фундамента Как бы Рушится. Рушится. Дорогие друзья, Благодарю вас за то, Что вы были с нами в этот час И изучали этот урок вместе с нами. Пусть Господь благословит вас В том, чтобы правильно понимать Истину о субботе, О том, какое место она Занимает в жизни человека, Должна занимать в жизни человека. Какую роль она играет В наших взаимоотношениях с Господом, В нашем послушании, Повиновении, Его заповедям. И какую роль она играет В нашем спасении. Пусть Господь благословит вас. Увидимся через неделю В изучении десятого урока. Сейчас желаю вам Божьих благословений. До новых встреч.